Подготовка к новому учебному году забота не только родителей и школьников. Интересуется продвижением очереди в детские садики мамы дошколят. Нина Сократовна, работник системы образования, позвонила на горячую линию Людмили Кузенко. Вопрос не по теме, но ответ Нина Сократовна получила исчерпывающий. Мама пятиклассника школы номер 21 уточнила по телефону, правомерно ли администрация школы вынуждает покупать школьную форму единого образца. Оказалось, нет. Родители и сами школьники вправе выбирать, что носить в школу. Главное, чтобы форма соответствовала основным требованиям – строгий стиль классического кроя черно-белое сочетание. Форму можно купить готовую, можно шить на заказ. Такого положения, чтобы все дети ходили в единой форме, скажем, в одну клеточку, такого нет. Вы можете купить эту форму в другом магазине, в другом месте. Самое главное – школа принимает стандарт. Но ни в коем случае нельзя заставлять покупать форму только у конкретного предпринимателя. Это категорически запрещено. И тем более сдавать какие-то дополнительные средства. Родители учащихся школы номер пять уточнили, когда на территории школы или рядом построят многофункциональную спортивную площадку. Пятая школа попала в программу и проведен капитальный премион спортивного зала. Я была вот там в пятницу буквально смотрела, хороший ремонт. В один год невозможно делать и одно, и другое. Пошли мы по этому пути. Создали условия для занятий спортом детей непосредственно в спортивном зале. В этом году всем ученикам общеобразовательных школ выдадут учебники по основным предметам. Учебники и рабочие тетради по предметам одного часа для уроков ОБЖ, музыки, изоотрудов и физкультуры выдавать не будут. Житель Сыбанабалки Юрий Алексеевич позвонил на горячую линию с вопросом, касающимся безопасности детей в новом учебном году. Старые тополя на территории школы давно пора обрезать. Заявку мужчины приняли и передали в управление ЖКХ. Наталья Пухальская, Антон Чистяков, Анапа. Регион.